Итак, еще раз начинаем. У нас хороший сегодня день, потому что много причин, что сегодня хороший день. Во-первых, мы перешли в апрель. И не просто апрель календарный, но у нас и второй месяц. Теперь мы наконец-то закончили эти простые, банальные, такие скучные, элементарные азирусловедения, и наконец-то перешли в практику. Теперь, наконец-то, мы будем работать с участками. И это просто счастье. Потому что все, что было до этого, было ненужное. Все, что было до этого, это нужное для тех, кто этого не знал. Самое простое. Но оно все равно не очень нужное. Это все равно азы. Все равно были первые шажочки, чтобы просто какие-то термины использовать. И вот теперь мы наконец-то их начнем использовать. То есть теперь наконец-то пойдет нужность. Ура! Ну и, соответственно, у нас будет практика. И, соответственно, у нас практика, опять же, два месяца. У нас будет первый месяц, апрель. Тоже будет примерно 12 встреч. И вторая часть будет май. Тоже примерно там около 12 встреч. И все эти, ну, в эти дни, за эти встречи, за эти два месяца, мы должны разобрать много ваших участков. И вы уже подобрали участки. Помните, были предварительные задания. Выбрать участки. Посмотреть места, где водятся карты. И собрать карты. И мы, наконец-то, ваши эти участки будем рассматривать. Так вот, сегодня удача. Потому что, когда я приготовил презентацию по теме, по теме, что такое ППР, два часа назад, утром сегодня, пришло письмо от Натали. Максим, добрый. И Наталья прислала участок. И вот мы сегодня на нем и продемонстрируем, как же все это происходит. В связи с тем, что я его только получил. То есть, я в нем до конца не разобрался. И это хорошо. Я как раз вам покажу те мудрства, те тырканье, те вот сомнения. Галина, добрый день. Который происходит, когда работаешь с незнакомым участком. Мало того, Наталья там, вообще-то, на самом деле, фактически его описала. Может быть, не детально. Может быть, не идеально. Но так всегда и будет. Она его написала, она там поставила вопросительные знаки, поставила вопрос. Так вот эти вопросы, они просто в точку. Фактически эти вопросы, они демонстрируют сомнения. И это нормально. Так мы и будем всегда. Так вот, на самом деле, этими вопросами, этими сомнениями, она на самом деле дала ответы. Другое дело, почему еще эти сомнения? А потому что эти ответы, они не стыкуются с классикой. То есть, ей не удалось загнать этот участок реки, рассматриваемый, в какой-то из законных, известных, нормативных типов процессов. И это тоже все идеально, все нормально. Я тоже согласен. Да, действительно, если подходить с точки зрения семи типов процессов, которые мы пять с вами рассмотрели, два еще не рассмотрели, мы не рассмотрели незавершенные миандры, непойминогруканность, то есть разветвленные реки. Так вот, сегодня, и мы когда-то это рассмотрим, эти классические, законные, нормативные типы руслых процессов. Так вот, как раз этот участок, он гибрид. В нем есть и элементы разветвленности, в нем есть элементы меандрирования, в нем есть элементы движения русловых форм внутри русла. Действительно, он сложный. И может быть, как раз в этом-то и состоит ответ в том, что сейчас мы с вами поговорим, что может быть, он изменялся, почему там мы видим проявление, почему вообще мы в целом видим, как бы на одном участке, как бы проявление разных типов процессов, разных схем деформации. Это что обычно означает? Обычно это означает многое. Что-то изменилось. Что-то изменилось. Например, такой вариант. Раньше река меандрировала, а теперь она стала разветвленной. Но следы меандрирования не остались. То есть, внешне она меандрирует. Или раньше река меандрировала, теперь она стала русловой многорукавностью. Но все равно это русловые наруканцы, эти русловые формы, они ползут по извилистому вот этому бывшему руслу. Назеля, добрый день. Ура. И Диана, добрый день. Ура, ура, ура. Итак, коллеги, все собрались. Начинаем. Сегодня наш начинается местр. Сегодня начинается заявлено ключевой, первой и Наталья здесь. Ура. Все здесь. Вот. Я подготовил по, что такое ППР, и ценность этой темы сопоставима с ценностью всего остального. Потому что, если мы разберем, и поймем, и прочувствуем, и осознаем, что такое ППР, то потом все остальные действия по изучению Шерлок Холмсу, по инспекции объекта, будут понятны, потому что они будут заточены под это понимание, что такое ППР. А ППР это то, что мы должны дать в результате нашего отчета, нашего раздела по прошлому процессу в отчете по режимам гидромезыскания. И потом также будут понятны методы, потому что просто так описавка участка, она может показаться какой-то странной. И просто так методы тоже могут казаться странными, если мы от ППР ждем что-то другого. Вот, коллеги. Итак, и соответственно сегодня что такое ППР, но может быть даже и не успеем. Или это будет вторая часть, или это будет вообще перенесено на субботу. Почему? А потому что Наталья прислала интересный участок, и мы к этому участку приступаем. Ура! Коллеги, да? Кстати, я дал вчера вечером, прислал всем письмо, одно и то же разослал. Знаете, так что я посылаю на письмо, оно приходит всем, кто здесь участвует. Вообще, записано сейчас 15 или 16 человек, но ходит вот примерно там 8 человек. и я не посмотрел сегодня утром, ответил ли кто-нибудь вот в ваших ощущениях по первому месяцу. Вот. Ну, я посмотрю еще. Так, итак, давайте Зею и будет зависеть от того, насколько быстро ее сделаем. Можно и быстро, можно и не быстро. Практика показывает, что я рассказываю долго. Если это будет долго, то тогда шутка ППР переносим на субботу. Если быстро, то и сегодня попробуем сделать шутку ППР. Так, вот участок. Такой участок грекизея, думаю, что это не завершенный мягрежный. Правильно и неправильно, потому что мы увидим эти элементы и чем-то осложненно это еще более правильно. то есть вот то, что и вообще вот эта фраза, что на участке наблюдается сочетание одного типа слот-процессов и другого типа слот-процессов. Что означает? Это означает, что типизация несовершенна. Типизация нам предлагает рафинированные какие-то названия, например, там незавершенное меандрирование и чем-то осложненный, значит, что-то есть еще. Скажем, там, ползу до середки. мы сейчас увидим это. Так вот, в природе есть такое, что есть и несовершенные миандрирование и ее середки, а в книге нет такого названия. Поэтому вот это вот сочетание типов процессов, наложения, совместное проявление, всякого рода такие словеса от нас, когда мы пытаемся показать, что там вот есть и то, и то, и еще оно вот какое-то разное и странное. Это вот просто на самом деле это не наша беда, это беда типизации. Типизация почему-то вот не удосужилась нам привести такие вот типы, такие схемы деформации, поэтому нам приходится использовать, ну, это примерно как, ну, как, примерно, как если мы любой цвет сможем использовать, нам сказали, есть только семь цветов радуги, каждый охотник желает знать, здесь есть фазан, и все, вот есть семь цветов, а в реальности, вот, вот смотрите, вот они такие, так вот вы попробуйтесь используя только семь названий, описать какой-то другой, вы не знаете там цвет ни индига, ни серебристые, ни цвета испуганные нимфы, ни все промежуточные, да, но как-то попытайтесь описать вот семью цветами, или семь нот, что, на самом деле у нас семь нот, что ли, у нас вовсе не семь нот, да, у нас есть одни и те же ноты, они там в разных диапазонах, или как регистрах, потом они на балалайке, на пианино, на гитаре, тоже те же семь нот, коллеги, так вот так же, смотрите, семь типов процессов, это примерно как семь нот, это попытка семью нотами описать вот любой звук, а еще у нас есть звуки, которые вообще не передаются нотами, да, вот, шумы всякие, и всякие сочетания, вот, поэтому ноты, это как бы, ну, такое вот очень упрощенное, очень рафинированное, так же идти просто к процессу. Итак, участок, вот, сезон, расположенный на вершине излучина и на берегу дамба, это мы должны будем с вами увидеть потом, то есть, я вам не рассказывал схему описания участка, я обязательно ее расскажу в красках, по порядку, но логика такая, что мы смотрим сначала очень в мелком масштабе, но очень широко, что вообще есть река, и вот она такая, вот она в горах или в равнине, у нее есть долина или нет долины, или узкая долина, вот, потом смотрим уже на участок, смотрим там широкая долина, какое дно долины, что там на дне долины, есть ли поймы, террасы, вот, потом смотрим уже на конфигурацию русла, которое там идет по пойме, потом есть ли поймы, нет поймы, какое там русло, прямое, извилистое, разветвленное, какие-то еще детали, которые мы там увидим, потом уже смотрим на берега, вот, есть ли там какие-то гидротехнические сооружения, какие-то дамбы, какие-то укрепления на берегах, что там с ними происходит, какого рода эти процессы на этих берегах, там есть ли следы эрозии или наоборот закрепления или еще что-то. Потом смотрим в русло, есть ли там какие-то мезоформы, какие ползут они, не ползут, закрепленные, еще чего-то, все что увидим там уже в русле. Потом при необходимости спускаемся дальше, смотрим на гряды, смотрим из чего состоит дно, размываемые, неразмываемые, с грядами, без гряд, песчаные, каменистые, галечные, глинистые, любое другое. Вот так последовательно хорошо идти. Я это вам буду еще раз рассказывать. Мы в какой-то мере на Азах это уже прошли, потому что, помните, мы там так и было. Но сначала смотрели речку вообще, потом смотрели долину, потом смотрели пойму, потом смотрели русло. Ну, а до берегов мы не очень не нашли немножко. Это хорошая фраза, но пока еще не очень понятно. Итак, это Амур, Зея, у нас участок Зеи, где-то примерно сейчас, где-то вот тут, вот, да. А, вот, смотрите, есть автомобильная дорога такая хорошая и мост, да, хороший. И у нас вот чуть выше, чуть выше по течению от этого моста можно так ориентироваться. Погнали дальше. Мелкие карты смотрим, да, для того, чтобы обозреть, что там вокруг. Мало того, нам эти мелкие карты потом еще раз пригодятся, потому что проектировщик, он смотрит вообще на пятачок. Гидролог, он смотрит вокруг. А вот мы с вами непонятно кто. Мы с вами флювиальные геоморфологи, русловики. Вот, и мы вспоминаем, что вообще-то для нас река это нечто особое, для нас река это поток воды и наносов. И эти наносы в общем случае ползут для больших или средних рек сверху, сверху выше расположенного участка. А для малых водотоков наносы поступают в основном с водосбора. И в целом, поэтому нам интересны верхние участки, что там, откуда к нам приходят эти наносы. Потому что их может приходить много или мало. В зависимости от этого, у нас появляются русловые формы, большие или маленькие. Соответственно, проявляются русловые деформации. Маленькие или большие, если русловые. Поэтому нам интересно, откуда там идут наносы, потому что там формируется вообще вот этот процесс, который происходит у нас здесь. Поэтому нам надо смотреть широко. Поэтому посмотрим широко. Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что река Зея течет там, ну, условно говоря, с севера на юг. Туда, к Китаю, в Амур впадает слева, с севера. Интересно, что здесь выше по течению расположена река Селимджа. И она такая, вот видите, ну, условно там, я точно не знаю, но примерно там сопоставима, да, с рекой Зеей. Что мы еще здесь видим? Мы видим, что здесь очень хорошо и явно прослеживается долина, да. Мы видим, что вытянута долина с севера и востока на данном участке, на юго-запад. Она такая, видите, низенькая, заболоченная. То есть здесь мы четко выделяем дно долины, да. Вот очень хорошо вот этот вот западный правый склон долины прослеживается. Мы видим, что здесь вот дно долины, а здесь вот склон. И мы понимаем, что вот здесь река Зея никогда не была. Ну, по крайней мере, после миллионных лет. Вот. Мало того, здесь, соответственно, человек все это использует. Он здесь сделал город один, сделал какие-то другие. Здесь вот пересек дорогой железной. Здесь, кстати, будет еще автомобильная дорога, вот где-то вот здесь вот. Но здесь еще это старая карта. Это какой-то 500-тысячник какого-то там 70-80-90-го года. Соответственно, вот автомобильная дорога здесь пока не показана. Вот. Видим притоки, да, притоки. А притоки почти что горные, да. Такая вот большая пера. Я не знаю, куда ударение. Вот. Потом, что мы еще видим? Мы видим, что вот отсюда интересно, что долина продолжается по Селимже. Точнее, начинается, скорее, с Зим Селимже. А вот сама Зея, она выходит, вообще-то, с гор. С гор. То есть, смотрите, мы... То, что долина существует, дно долины широкое, большую. Там, где-то мы сейчас попытаемся выделить пойму и террасы. Чем отличается пойма от террасы? Пойма от затапливаемой части на долины, террасы незатапливаемой. Но в целом, нам, как русловикам, они... Мы понимаем, что есть и то, и то сложные залюри. Это река себе сделала. Вот, в общем случае. Но не обязательно. Вот. Так. Сейчас. То есть, мы понимаем, что вот это все, вот это все, это все, что где река была, и, соответственно, где река будет, да, выделяем вот это. И она сформировала, она принесла. То есть, здесь лежит аллюви, видимо. И, видимо, сейчас относительно свободные в пределах этого деформации реки, русла, как плановые, так, возможно, и глубинные. Мы продольный, поперечный профиль геологически пока не знаем, не видим. Но мы загадываемся, да, что если это большая река, она много здесь что делала. Если она сделала себе такую широкую дно долины, такую широкую пойму, то, соответственно, наверное, она сделала себе и по глубине. Видимо, там у нее... К чему я? Что нет особых, наверное, глубинных ограничений по глубинным деформациям. Вот. Но река вытекает с горы. С горы. То есть, здесь она меняется, коллеги, река меняется. Она сначала горная где-то там, а потом она равнинная. Вот здесь она, на мой взгляд, все-таки какая-то равнинная, да. Потому что здесь она горная еще и к тому, что она еще и зажатая. Видите, она пробирается, она продирается между все-таки, может быть, не очень высокими горами, но все-таки какими-то повышениями явными, да. То есть, там нет широкой долины, а здесь есть широкая долина. И все это мы как-то интерпретируем в транспорте на носах. Получается, что там, где река горные, там уклоны побольше, там долина поуже, там, наверное, транспорт на носах. И, наверное, на носы оттуда поступают. И, видимо, здесь, видимо, я догадываюсь так условно, я пофантазирую, я не знаю этот участок, что где-то есть перелом продольного уклона. То есть, выше по течению уклон большой, большой уклон, а потом вот здесь, вот ниже по течению, туда вот ближе к Хамуру, уклон реки, видимо, меньше. И, соответственно, что происходит? Происходит такая вещь, что те на носы, которые двигались, когда уклон большой по горной части, потом здесь они как-то откладываются. И, видимо, вот эта вот долина, это и есть вообще, что такое? Это вот этот алюбий, это и есть отложившиеся все те на носы, которые миллион лет Зея и Селимджа несли со своих верховий. И притоки многочисленные, и эти притоки тоже большие. То есть, тут такой вот многовековой какой-то условный, я не знаю, как на самом деле, но я фантазирую сейчас, как происходит здесь транспорт на нос. Соответственно, вот уже на этом фоне, на фоне вот этих вот широкого алюбия, глубокого алюбия, толстого мощного слоя, здесь уже происходят разного рода русловые деформации, которые, мы смотрим уже туда дальше, и мы что видим? Мы видим, о, так река извилистая, мы видим это, очевидно? Очевидно. То есть, значит, что такое извилистая река в свободных условиях? Если бы, смотрите, вот если извилистая река Зея где-то вот здесь, вот где-то она зажата в верхнем течении, зажата, то там извилистаясть орографическая. Там не река извивается, там извивается дно долины. И, соответственно, река просто следует этому, этим прямым участкам долины, извилистым участкам долины. Какова долина, такова и река. А вот здесь она делает то, что хочет. А что она хочет? Она хочет разное. И мы видим, что она, видимо, все-таки извилистая, извилистая, извилистая. Что мы еще здесь видим? Мы видим, что здесь есть еще признаки того, что она была раньше извилистая. Видите, здесь еще есть всякие старицы, видите, старицы, да, разного рода старицы. Вот. И потом эти старицы используются, они как? Они используются уже притоками. Эти старицы по-разному себя ведут. Они то работают как протоки, то есть становятся одним из руслов этой реки. То они отмирают, становятся старицами. То есть это может происходить, кстати, многократно, по-разному может происходить. Они могут заноситься, они могут исчезать. И многие старицы мы не видим, да. И если вы сейчас посмотрите, например, какой-нибудь, вот сейчас покрупнее что-нибудь посмотрим, да. Вот, вот покрупнее наш участок, мы видим, смотрите, вот старица, да, вот, ну она эта старица, так, вот, видно в левой части картинки, сейчас я, вот, видите, то есть это старица, это здесь было русло, это русло уперлось. Мало того, оно так уперлось, что смотрите, здесь вот подножье этого западного правого склона долины, оно прямое, а в этом месте выгрызано, да. То есть здесь она хорошо поработала, река. Это кто была? Это была Зея, больше нечему быть, да. Потом мы видим, еще их мы не видим. То есть тут вообще на самом деле много стариц, но многие старицы уже занесены. Эти старицы используются для стока притоков. Вот есть приток Бирма, не знаю куда ударение. И вот обратите внимание, здесь ничего не понятно. Здесь и здесь какая-то Бирма, да, потом Бирма есть сюда, она впадает в Зею. Потом здесь есть какая-то еще протока Бирма, или не Бирма, Бирма, да. И вот здесь я не знаю, что происходит. Возможно, это рукав, который течет сюда, по течению Зеи. Здесь же уровни воды Зеи выше, здесь уровни воды Зеи ниже. Здесь река Зеи течет по основному руслу, а здесь, возможно, она течет по этой протоке. И, возможно, в эту протоку уже впадает река Бирма. А может быть, как-то здесь по-другому. Может быть, Бирма течет сюда, а потом, если здесь выше эти отметки 148... В общем, не знаю, что здесь происходит, но мы что, мы понимаем с вами, что здесь ужас, да. Что здесь мы уже убедились, что здесь есть проявление извилистого. И это извилистый меандрирующее, не вынужденное меандрирование, а меандрирование такое настоящее. Термин этот плохой, настоящее меандрирование. Типа, а что есть ненастоящее? Вообще-то, да, есть ненастоящее. Как раз вот эти врезанные реки извилистые, это не меандрирование. Это вообще не меандрирование. То есть, у нас есть меандрирование, и оно меандрирование, оно как бы настоящее. А есть вот всякое другое. Есть меандрирование, как извилистость, которую мы просто не имеем права назвать меандрирование, поэтому оно и не будет настоящее. Не знаю, понятно ли я сказал. Вот, значит, что мы видим? Мы видим, что здесь, по крайней мере, мы четко понимаем, что здесь река раньше меандрировала. И сейчас мы видим тоже какую-то извилистость. Но кроме этой извилистости мы здесь видим следы спрямлений. Смотрите, вот есть протока темная. Как раз, кстати, это наш участок. Вот видите, есть протока темная. Вот тут есть интересно, обратите внимание, что здесь написано? Перекат нижний уссурийский. То есть есть какое-то основное русло, а здесь какое-то другое. Потом здесь мы видим разветвленность. Если мы так, надо поелозить, надо включить покрупнее масштаб и поелозить по этому масштабу вверх-вниз. То была генштабовская карта, ей примерно лет 30-40-50. А это госгисцентровская карта, но вы уже узнаете по картинке по самой. Это значит ей примерно 10-15 лет. И мы видим, что уже протока темная, написано протока темная. А по сути мы видим, что здесь уже вот этот верхний участок, он какой-то уже, как будто его и нет. Как будто это уже затон. То есть когда протока, у нее есть хороший вход и хороший выход. А когда вот один конец, и обычно это вход, а может быть и выход, кстати, тоже, становится слепым, заносится. Вот что, заносится наносами, по сути, да? Какими наносами? А те наносы, которые двигаются по основной реке. Мало того, они еще и заходят. Это интересная такая вещь, что поток и вода, они активно двигаются по основному руслу, где хорошие скорости течения. А вот всякие ответвления, всякие проточки, всякие вторичные вот эти вот руслица, вода хуже идет, да? Что ей туда идти? Там мелко, там течения нет. Что туда в воде идти? Там пропускной способности нет. А вот наносы, они шарахиваются. Они идут куда-то, туда-сюда, они болтаются так. И вот если они попадают в какой-то вход, там, где стоячая вода, то там они и оседают. Примерно как, представьте, что у вас есть грязная улица, по этой улице идет поток машин. И вот машины, они как, они ничего с мусором не делают. Но мусор сам уходит с тех мест, где двигаются машины, потому что там... И они просто хаотически куда-то перелетают. Но в тот момент, когда мусор падает на обочину, он перестает двигаться, потому что там вот он уже в затяжок попал. Он там попал вот в такое место. Не знаю, коллеги, понятно ли это аналогия. Вот. Это один из таких вот, мне кажется, довольно понятных объяснений, почему заносятся вот всякие входы в вторичные русла. Хотя это не обязательно. Вполне может быть и так происходить тоже. К чему? Что это объяснение. Оно может быть понятно, если кто понял, коллеги, кто понял объяснение, почему могут заноситься на носами входы в... Это понятно. Вот в таком... Хотя, к чему я? Что... А может быть совсем по-другому. Коллеги, кто меня слушает? О, Ксения Плюсик. Ура! И на Зелят два Плюсика. Ура! Кто три Плюсика поставит? Ну ладно. Все остальные... Понятно, Наталья. И Диана Плюсик. Ура! Так. То есть мы здесь теперь... А давайте теперь дальше посмотрим. Мы как бы вот условно говоря... Я на самом деле делаю такое, может быть, длинное, нудное, но описание участка по той самой схеме. То есть мы посмотрели большого участка, посмотрели долину, посмотрели как она выше, как ниже мы не посмотрели. Посмотрели вот Пойму. Вот. Возможно, здесь мы пока еще не выделили, но слушаем, слушаем, Максим. Ура! Вот. Что может быть мы еще не разобрались, но может быть здесь где-то есть низкие участки, которые Пойму. Мало того, сама Пойма может быть низкая и высокая, и даже может быть несколько разных высотных уровней Пойм, особенно на больших реках. Азея и Большая река. Вот. Это что, какой признак? Почему они Поймы, хотя и высокая и низкая? Потому что это затапливаемая часть над долиной. А почему они высокая и низкая? Просто потому что они разные. Вполне такое может быть. То есть может быть и одна Пойма, а может быть и разная Пойма. Очень часто бывают разновысотные Поймы на левая Пойма и правой Поймы часто бывают разной высоты. Вот. А что такое терраса? Терраса это та же Пойма, просто теперь она перестала быть Поймой. То есть она по генезису, по генезису та же самая, по происхождению тоже сложная алюмия. Ну почти всегда есть разные террасы. Иногда террасы бывают такие цокольные, бывают часто неразмываемые. Тоже такие бывают. Вот. Но пока мы что-то особо здесь не присмотрелись, пока мы как будто бы все это вот так вот. Хотя, смотрите, очень интересно. Вроде это Пойма, вроде затапливается. Но почему тут населенный пункт? Ну это населенный пункт вроде повыше. Да, вот Красноярвый. Видите, он как будто повыше. И вообще, смотрите, вот здесь вот такое впечатление, что уже река Зея никогда не была. Почему? Потому что вот какой-то весь рельеф такой вот не такой. Смотрите, какой здесь рельеф. Видите, этот рельеф весь испещрен. Вот что это такое? Что это значит вот такого рода весь-весь-весь? А здесь его нет, кстати, таких испещрений. А потому что сюда попал переход между какими-то горизонтальными там какой-то... Сейчас посмотрим, между какими. 145-й, вот здесь 155-й горизонталь. А здесь нет 150-й газонтали, здесь еще 160-й где-то будет, но еще нет, поэтому здесь такого нет. Но это что? Это значит разного рода понижение и повышение. А вот это вот такая вот грибнистость, или еще это называется, кто читал книжку Игоря Владимировича Попова «Загадки речного русла», он там написал. Село под геологической карте расположено на первой надпойменной террасе. Вот, точно. То есть мы видим в целом, что это все затапливается, в целом все это деформируется. А вот эта первая надпойменная терраса, это что такое? Это просто бывшая пойма, но она была поймой, скажем, 100 тысяч лет назад, или 10 тысяч лет назад. А сейчас она перестала затапливаться. То есть она такая высокенькая, что не затапливается просто. А, кстати, не затапливается может быть по разным причинам. Первая причина. Я перечислю как минимум три причины, почему что-то раньше затапливалось. Ведь оно затапливалось, оно же образовалось. Оно, смотрите, оно, хотя не обязательно, смотрите, может быть и не затапливалось. Потому что, смотрите, если вот этот участок, вот если вот этот вот участок, это вот высокенький, и вот если здесь никогда не была река Зея, то тогда это вот именно прямо, вообще-то это очень низенький коренной... Ну, мы не знаем, что это такое. Может быть, это очень низенький коренной склон. А может быть, это очень высокенькая пойма. В чем отличие? Отличие в том, что если это сделано рекой Зей, то это вот пойма терраса, она сложена алювием, вот оно вот такое. То есть оно раньше затапливалось, оно раньше было пойма, теперь не пойма. А если это вот оно здесь никогда река не была, по крайней мере, скажем, последние 100 тысяч лет, если никогда не была, то тогда все нормально. Это просто коренной склон, там река не была. Что такое коренной берег, что такое коренной склон долины, вообще коренные места? Да, это там река не была. И вот если она там не была, то есть это вот по геологические карте нужно посмотреть, что там написано. Если там написано алювий, вот, но высокий, значит это бывшая пойма. А если там написано что-то такое вот нечетвертичное, то это тогда вообще-то коренной берег просто невысокий такой. Но нам интереснее вот это, коллеги. Смотрите, здесь есть другой населенный понт, вот даже несколько, вот есть Гащенко, Желтоярова, Татузаган, да. Они-то в пойме, они-то очевидно в пойме, да. Мы видим, что здесь вытворяла река, что хотела. Вот, вот она вытворяла, да. И тут что-то делала, видимо. Вот, видите, какие-то штучки такие, вот эта штучка, это вот это вот древнее, древнее, древнее излучно. Может быть 5 тысяч лет назад, может быть 500 тысяч лет назад. Вот, и вот это вот... то есть высокенькая то есть затапливалась когда-то может быть 5000 лет назад может 500 тысяч лет назад затапливалась то есть это аллю и вот когда получается так а может быть они просто живут в пойме может быть они просто затапливаются просто не затапливаются там скажем не каждый год может быть они готовы к тому что они будут затапливаться может быть там есть какой-то Астанец. Вот смотрите, есть какой-то вот, видите, здесь есть какой-то триангуляционный знак, это 155, да, и может быть это высокое такое место, и может быть вокруг этого, вот, то есть нашли люди такой пятачок, и может быть там вообще коренной Астанец. В общем, ну, неважно все это. Давайте к нам к важному перейдем. Значит, к чему я все это говорю? Потому что здесь река свободна, все-таки свободна в пределах этого, и наш, если створ где-то вот в районе Желтоярова, как помните, вы писали, что вершины излучные, если имеем в виду. Гелостический разрез по участку 0,5 суглинок, 7 метров песка, потом не помню что. Так, 0,5 суглинок вообще я не понимаю, что это такое, это где, снизу или сверху? Если это снизу где-то там и 7 метров песка, значит, вот это 7 метров песка есть аллюви, а потом суглинок. А если это сверху суглинок 0,5, так это просто какой-то это печина может быть. Смотрите, коллеги, это я тогда вам расскажу про печину. Что такое печина? Это вот здесь вот, вот это печина. Вот здесь вот, сверху. Вот может быть сверху суглинок, это когда? Когда было русло, потом это русло отшнуровалось, получилось стариться. И это стариться, там стоячая вода, это озеро. Но это озеро потихонечку заиляется. И чем оно заиляется? Оно заиляется взвешенными наносами. Когда пойма затапливается, идет вода, вода с наносами, а когда вода с наносами, с этими взвешенными, с этой мутью, мутью, вот это очень мелкая, заходит в озеро, вот эта вот муть оседает, и она оседает на дно этого озера, и там потихонечку откладывается. И вот эта муть, она такая мелкая, что это фракции сопоставимые, и это фактически и есть, фракции глинистые, просто они взмученные. И вот потом потихоньку, там за тысячу, за несколько тысяч лет, потихонечку-потихонечку откладывается, и там появляется глина. То есть это как бы вот вроде аллюви, а в этом аллюви есть глина. И эта глина, очень интересно, когда она вскрывается, вот когда излучина еще раз туда заходит, в процессе неодрежной реки вскрывает, то может быть скрыться так, что вот берег, 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 весь берег такой вот аллювиальный, то есть такой размываемый, а какой-то кусок неразмываемый, сложенный глиной. То есть мы, это я вам рассказал, почему может появиться какой-то, какого-то рода разного размера, это бывает разной конфигурации, это просто занесенные мелочью устарицы, озерца. Тоже может быть. Тоже сама же река тоже сделала, сама же река притащила сюда взвешенные наносы. Вот. То есть тоже это, то есть, ну, мы напыльем на эти полметра суглинка, а 7 метров песка, все отлично, это значит, ну, аллюви. Это хорошо, это значит, ну, деформация есть. Вот. Мы сейчас переходим как раз к той изюминке этого участка, который мы здесь видим, и который вообще-то, Наталья, вы прописали сейчас в тексте, сейчас будет и ваш текст. Вот. Смотрите, мы видим меандрирование, мы видим спрямление, и мы видим острова. Пам-пам-пам, тут какой-то вот, какой-то, может, не остров, но все-таки причленившийся остров, да, тут остров посредине, тут какие-то острова. То есть мы что, вот как раз мы, получается, что мы по какой-то логике меандрирования мы говорим да, меандрирование, по какой-то логике разветвленных русел мы говорим да, разветвленные русла, ну, может быть, не совсем по именно груканности, просто у нас с вами не было тем, где я вам рассказывал про незавершенное меандрирование по имени Грукану. По имени Грукану всегда там протоки, и проток обычно много. А вот если там одна спрямляющая протока, и эта спрямляющая протока на меандрирование, то это называется незавершенное меандрирование. Соответственно, вот этот кусочек, коллеги, вот этот кусочек, если бы ничего другого мы не знали, то мы вам про него подсказали, что это одна из стадий незавершенного меандрирования, когда меандрирование извилина, и в то же время есть спрямляющая протока. И вот тут тоже мы примерно так же можем сказать, особенно если вспомнить, что было на предыдущей карте, а здесь наоборот заносится, коллеги, заносится. По схеме незавершенного меандрирования, когда спрямляющая протока, она должна разрабатываться, она должна увеличиваться. А мы здесь увидели наоборот. Здесь мы видим наоборот, что спрямляющая протока, если мы считаем, что это основное русло, а вот здесь спрямляющая протока, то вот нет, это не спрямляющая протока. Потому что видите, здесь наоборот она заносится, она превратилась уже не протока, это уже затон или залив, какого-то такого необычного. А потом, если здесь занесется, то это в старицу будет. Смотрите, что интересно. По схеме незавершенного меандрирования у нас сила так. Всегда есть меандра, она спрямляется. Это спрямление становится главным руслом, оно увеличивается, оно само начинает меандрировать. А вот это бывшее русло, оно отчленяется, оно становится в старицу, оно умирает. Вот такая схема незавершенного меандрирования. И, соответственно, мы здесь должны понимать, что если это основное русло, то должно занестись вход сюда, занестись вход сюда. Соответственно, это станет старицей, а это будет основное русло, которое само будет продолжать развиваться меандрироваться. Ну, возможно, возможно. К чему я? Что эта схема, это то, что прописано в нормативных документах, в книжках как раз у Попова. У Попова, кроме книжки «Загадки речного русла», есть очень хорошая книжка, где он как раз описывает разные типы простопроцентов, который называется «Гибротехическое строительство и русловые процессы». Я ее тоже вам вышлю, она тоже у меня есть. Она посложнее, она подлиннее, потолще, потяжелее, но вот уже для глубокого погружения там хорошо. Так вот, мы видим, что вообще-то как бы это не незавершенное меандрирование. Тут вот как-то по-другому происходит. И вот сейчас вот очень интересно, мы переходим дальше, мы будем сейчас вот это вот, гибрид всего этого. Потому что мы уже все перечислили. Мы перечислили и элементы меандрирования. Есть они? Есть. По крайней мере, в прошлом. Мы видим, вспомнили про токи, видим, видим. Вот, мы видим здесь русловые острова, какие-то, и может быть не острова, а может быть там полбочные ползут, да. Видим. То есть, видите, мы с вами видим гибрид. Мы с вами видим проявление разных схем деформаций. То есть, мы здесь видим три ноты. А может быть, даже если присмотреться, то вообще есть целый конгломерат разных нот. И мы говорим, и что же это такое? И мы в недоумении. К чему это отнести? Если мы будем изо всех сил пытаться вот это сочетание этих трех нот отнести к какой-то одной ноте, то есть пытаться назвать одним ярлыком, одним названием из выделенных семи типов в рамках гидрогоматологического процесса, прописанных нормативных документов, то вообще-то это путь дилетанта, это путь тех, кто верит в нормативные документы, путь тех, кто считает, что на нормативных документах описаны все типы в процессах, вот эти семь. А мы вот видим гибрид. Коллеги, да! Это и есть ответ. Вот то, что у вас ваше недоумение, то, что вы спрашиваете, а что это такое? Так вот, на самом деле, это и есть ответ. Другое дело, что теперь дальше. Вы видите, нам для чего нужно разобраться с схемой деформации степы в процессах. Для того, чтобы потом сделать прогноз, что же будет дальше. То есть у нас так, мы сначала разбираемся, Шерлок Холмс, а потом вангуем, используя вот эти улики, которые нашел Шерлок Холмс. Сейчас мы с вами пока сидим в части Шерлока Холмса, мы все еще пока инспектируем объект, мы просто смотрим, что мы здесь видим. Перечисляем, 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 потом раз, и сможем сделать прогноз. И вот всякие разные другие картинки. Опять, смотрите, появился уже современный космический снимок, уже появился здесь мост. Помните, вот здесь железнодорожный мост был вот здесь, вот, свободный. А теперь появился вот этот автомобильный мост, который недалеко от нашего участка, наш участок вот Желтоярва. Что мы здесь видим? Мы видим такие, видите, серенькие. Что это такое серенькие? Серенькие, это русло реки Изеи, и это муть, ты мутность. А вот, обратите внимание, очень интересная картинка, потому что вот этот вот протока, сейчас я посмотрю, как, темная, видите, протока темная. И вот эта протока темная, она темненькая. Ну, это случайно так, этот, игра слов, что темненькая протока темная. А что это означает, коллеги? Серая, это значит мутная вода. Такое, даже белая, белесая. Мутная вода, и она чаще всего движется, потому что вот это связано, что она движется, и поэтому мутная, потому что она где-то размыла, и куда-то несет, чтобы отложить. И в то же время она мутная движется, потому что если бы она мутная и не двигалась, она бы осела эта муть. Поэтому вот это течение и мутность, они связаны между собой. Соответственно, вот там, где струячен, разный может быть. Вот где струя, где течет, где хорошо течет, может быть как светлая, мутная, так и не светлая, не мутная, потому что двигающееся течение может быть разным. Коллеги, а вот стоячая вода, смотрите, это стоячая вода. Коллеги, видите, вот эту протоку, так, вот, вот, Желтоярово, и вот здесь вот северо-восточный, вот эта протока, да, темная. Я точно не знаю, но, коллеги, это очень похоже на то, что это стоячая вода. Что вот эти наносы там не двигаются, они туда не заходят, они туда зайти не могут. Вот здесь вообще уже законопатился вход. То есть это, к чему я? Что по схеме незавершенного меандрирования у нас основное извилистое русло спрямляется. И вот это спрямление становится, расширяется, туда идет все больше и больше воды, наносов, там происходят все более активные русловые деформации. А здесь наоборот. Здесь наоборот вижу, что туда не идет ничего. Вот, и мало того, может, и не пойдет. То есть, смотрите, природа разнообразнее. Из одного и того же начального состояния может быть потом разное. Особенно вот в таких вот составных и сложных, она реально сложная, он сложный как сложный по сочетанию русловых проявлений, так и сложный для нас, для понимания этих разных русловых проявлений. Поэтому этот сложный участок, вот он, мы должны быть готовы к тому, что он может очень сложно деформироваться. Он может деформироваться, проявляться русловые деформации, могут быть в разном направлении. Может спрямиться это излучено, например, а может и не спрямиться. Может там попущие ползут, а может осередки, а может они уйдут. В общем, мы должны быть готовы к разному. Смотрите, когда рафинированный тип русловых процессов, когда четкий, понятный, ясный схема деформации, например, меандрирование, коллеги, в этом меандрировании никаких попущей нет. В этом меандрировании никаких осередков нет. В этом меандрировании мы понимаем, что вот эта вершина излучна, и она размывается. Коллеги, если бы это классическое меандрирование, то что бы мы здесь ждали? Мы бы ждали того, что это излучно развивается сюда. Логично? Логично. А мы тут видим много чего еще. Мы вообще тут видим и осередки ползут тоже, эти осередки могут совершенно менять. Поэтому в данном случае, вот это очевидное знание. Если бы мы это назвали незавершенным меандрированием, то мы бы тогда ждали, что здесь будет спрямление, и все остальное, все, что я говорил о спрямлении, коллеги, да? А мы вот видим, что здесь что-то все как-то хитренько, да? Это тоже хорошо. Коллеги, итак, вот опять, это уже современная Яндекс.Карта, покрупнее участок. И опять все здесь мы видим изверистость, мы видим спрямление, мы видим вот уже это бывшее... То есть, что это? Это старица. Фактически это старица, которая сейчас используется каким-то ручейком для какого-то локального здесь стока. Мы видим здесь всякие острова, мы видим русловые формы, видим русловые формы такие очень мощные, да, коллеги? И вот смотрите, о чем говорит вот такая вот штуковина? Вот эта вот штуковина, вот эта штуковина. Она говорит о том, что вполне возможно вот здесь в вершине излучного, вот Золотоярва, это вершина излучная. И по классике, по классике, у нас вот здесь вот у волн этого берега должен быть плес, яма, размыв и, соответственно, смещение берега в эту сторону, вот на север. А здесь должен быть хороший пляж, намыв, аккумулятивные формы и все такое. Но тут-то что? Вот эта штуковина что? Это если какое-то дополнительное скопление наносов, которые двигаются не по схеме меандринга, то вполне возможно, что эти наносы будут двигаться вниз, ну, скорее всего, да? Если есть... Ну, мы видим, что это песок, да? Или не песок там, если мелко, я не знаю, с чего там сложно, а песок, вы говорите, да? Может быть, мелкая галечка, ну, не знаю, какие это. Так вот, что он туда куда двигается? Он вполне может двигаться, например, куда угодно. Коллеги, вот в чем плохи осередки? Чем плохи вот такие скопления наносов? Эти скопления наносов, вот я сегодня уже говорил, с ними может происходить уже что угодно. Они могут двигаться вниз, они могут двигаться вниз-вправо, вниз-влево, вправо-влево, разъединяться, соединяться, увеличиваться, уменьшаться, пропадать и вообще появляться новые, да? Вот, вот что. Поэтому, смотрите, если вдруг мы теперь посчитаем, что это осередка выйти, мы должны, смотрите, тут осередок, тут осередок, значит, может быть и тут осередок, и тут осередок. Осередок очень хитрый. Осередок может привести к тому, что намыв, да, по горизонтальным информациям намыв. А по вертикальным намыв, по вертикальным осередок двигается, ну и размыв тоже, в зависимости от того, приходит он или уходит этот осередок. А вот горизонтальные информации основного русла могут быть какие угодно. И часто, если, так, смотрите, если вот осередок ушел от этого места, вот наше место, предположим, осередок ушел, то здесь вполне может быть аккумуляция, да? Потому что наносы ушли, а здесь должны быть еще какие-то наносы. Вот здесь вполне могут быть аккумуляции. Вот у этого вогнутого берега, в вершине излученной как будто меандрирование, а вполне может быть аккумуляция. А если вот, например, этот осередок придет сюда, то этот осередок разопрет русло, будет как бы два рукава, внутри одного русла будет два рукава, которые обтекают этот осередок или русловой остров. Но мы говорили, чем это отличается. Осередок от руслового острова, осередок он такой вот низенький, а русловый остров это тоже осередок, просто уже большенький такой осередок. И к чему это приводит? Приводит к тому, что этот вот русловый остров поток обтекает. И он может приводить к какому-размыву этого берега, но нерегулярному. То есть если этот осередок опять уйдет, то здесь опять аккумуляция может быть. То есть, вы видите, получается, в зависимости от того, на что мы здесь обратим больше внимания, мы такую схему деформации увидим. Если мы скажем, что это меандрирование, то мы скажем, да, значит, здесь вот этот участок сюда размывается, совершенно излучно. Если мы скажем, что это неизвершенное меандрирование, мы скажем, о, так тут протока, эта протока приведет к какому-то здесь непонятному деформации. Если мы скажем, что это осередки, то мы скажем, о, осередки, там вообще ничего не понятно, с осередками можно ждать вообще все что угодно. Но в целом там вообще-то значимые, значительные глубины информации вертикальной, но все-таки не очень значительные плановые, в основном там такие, ну, аккумулятивные такое все. Зависит вообще-то на самом деле от состояния, мы об этом увидим, когда мы погрузимся на следующий системный уровень, когда мы перейдем уже к рассмотрению берега и отмели у берега, мы можем увидеть детали. И счастье заключается в том, и Наталью вообще надо страшно похвалить, потому что вы нашли лосманские карты. Коллеги, помните, для больших рек, чем у нас ценно, что там есть разные роды исходные данные, и ценным являются лосманские карты навигационные, особенно когда там есть судоходство, а еще лосманские карты обычно, они за разные годы, есть там 10 лет назад, 30 лет назад, 70 лет назад, и вот это все очень ценно, потому что оттуда мы бездну всякой информации находим. Так, ну это немножко, видите, уровень высокий, но тоже, видите, серенькое, серенькое по основному руслу, и черненькое по протоке, значит здесь шуршуруют взвешенные носы, ну и пока ничего не понятно, да, давайте еще крутить, 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 определяется как природными, так и техногенными факторами. А, и вы говорили, что там есть какое-то берегу крепления, какого-то вида там, шпоры, я их на космическом снимке не вижу, может быть мы их на лосманские карте видим, то есть когда, смотрите, когда это было меандрирование, когда меандрировалось, то здесь размывался берег, хотя смотрите, какие тут шикарные эти веероперемещения, то есть река здесь была везде, 通аги, вот, то видимо, это я не знаю, я на самом деле не знаю, что на самом деле было, но я так фантазирую, что если здесь какой-то теперь, то есть когда-то, когда здесь интенсивно размывало, тогда человек посчитал необходимым бороться с этим размывом, это же вершина и случая, это же меандрирование, хотя очевидно, очевидно, вот, то человек решил укреплять, и наверное, ну просто непосредственно по факту, что вот оно, размывает, и есть какое-то уберегение, я пока его не видел, вот, так, притеплённость... А, еще и мало того, здесь есть хранилище, помните, там повыше, там есть хранилище, которое регулирует, и которое что-то изменило. Смотрите, оно разное, много чего разного могло сделать. Что вообще делает хранилище? В нижнем бифе оно выравнивает расходы и уровни воды, то есть минимальный становится выше, а максимальный становится ниже. И, соответственно, амплитуда уменьшается. Но на русловых процессах как это проявляется? На русловых процессах это проявляется обычно так, что уменьшается затопление поймы. Раз пики уменьшаются, раз наивысший уровень воды становится ниже, соответственно, они могут стать настолько ниже, что вообще быть ниже уровня поймы. Соответственно, поймы не затапливаются, например. Или затапливаются, но немножко. Поймы затапливаются, но там ничего не происходит, там просто наилка выходит, наилка откладывается, взмует там вся стоячая вода, да, потому что если поймы затоплены невысоко, то там, коллеги, это я в целом говорю, я не знаю, как на зее происходит. Может быть там хоть уменьшились, мало того, какие там, естественно, я говорю полную глупость, потому что низовие зеи это наводнение, это, конечно, там наивысший уровень высокий, конечно, они затапливают пойму. Но, конечно, там все хорошо происходит. Но в целом, да, я в целом говорю общее представление, потому что я-то этот участок не знаю, непосредственно этот участок. Претерпели значительные изменения после введения эксплуатации здесь скалодхранилища. Но, как? Нам-то интересно, как, но вообще вот этот вот как будто бы отвлеченные знания, которые мы не можем приложить, как? Ну, хотя, смотрите, вы же написали очень четко, что изменения произошли. Нам важнее что? Нам не то, что важнее, а раз мы не можем понять, как именно изменились русловые деформации, нам пока может быть очень ценно само знание, что эти деформации изменились. То есть, например, раньше было меандрирование, а теперь меандрирование сменилось русловой многоруканностью. Но меандрирующее русло осталось, сохранилось то, которое было там последние 10 тысяч лет. А теперь вот по этому меандрирующему руслу, которое уже стало как бы мертвое, там уже предположим, я точно не знаю как, но я просто вам логику такую рассказываю, которая интересна, может быть, и вообще для любых других участков, в которых вот изменения произошли. Потому что, смотрите, коллеги, очень важная вещь заключается в том, что вот эти рафинированные типы русловых процессов, и вообще вся та логика, которая прописана в рейтинг-документах, это вот важная, очень важная вещь, считается, что ничего не изменялось и изменяться не будет. Что вот мы видим схему деформации типов русловых процессов, вот так-то река изменяется, например, по схеме меандрирования, вот, изея менялась, да? Ну, она была по меандрированию, да? Там вот было хорошее меандрирование такое, правильное. Потому что что? Да потому что старится, да? Потому что вера перемещений. То есть, мы же шарлок-холмсы, да? Мы же видим это, мы же эту улику увидели с вами. Мы понимаем, что меандрирование, ого-го. Но вот сейчас мы видим, что что-то нет этого ого-го меандрирования. То есть, получается, вот эти извилины, вот эти меандры, они теперь превратились просто в повороты. Ну, я точно не знаю, я просто идею выдвигаю. И вот эти повороты, я снял, что изменился гидрологический режим, а нам еще более важно, что изменился сток наносов, пока мы не знаем как, но, видимо, как-то произошло тоже изменение в нижнем биофизическом водохранилище. Сток наносов, мало того, я сейчас вам еще дальше расскажу, что я догадываюсь, я предполагаю, что там не только изейское водохранилище как-то изменило гидрологический режим и русловой режим, соответственно, сток воды и сток наносов. Но что-то еще там есть? Сейчас мы попробуем, если успеем, я вам это покажу. Но в целом сама логика, что здесь изменилась во времени, что были одни руслоформирующие факторы и одна схема деформации, предположим, неандрирование, а теперь изменились руслоформирующие факторы и изменился сам тип руслопроцессов. Ну, смотрите, коллеги, это я вам буду все еще в теории, наверное, рассказывать, что у нас есть очень четкие примеры, когда тип руслоформирующих процессов на глазах изменился. Вот он был, и меандрирование, а потом за 50 лет, в связи с перегрузкой наносами, вот река вообще там никаких следов меандрирования не осталась, она вообще стала русловной рукавностью. То есть вот такие коренные изменения могут происходить. Я опять возвращусь в нормативных документах, а об этом нет ни слова. В нормативных документах есть только тип руслоформирующих процессов, схемы деформации, такие квазициклические и повторяющиеся схемы, которые при неизменности руслоформирующих факторов в прошлом и, соответственно, в будущем. И это хорошо, если такого рода схемы деформации вполне происходят. Например, вертыш миандрирует, он миандрировал, миандрировал и вымиандрировал, он всегда и будет миандрировать дальше. Потому что там сложно представить какого-то изменения, там на РТШ Зейского ГЭС не построили. А здесь вот все изменили. То есть они, видите, река большая, река делает, что хочет, но оказывается человек тут вот хорошо вмешивается. И мы входим с вами в зону изменений типов руслоформирующих процессов, изменений схемы руслоформирующих процессов. То есть не просто изменения реки в рамках миандрирования, или изменения реки в рамках незавершенного миандрирования, или изменения реки в рамках помощи этих процессов, или там Леночно-Грядова. А мы входим в изменения из одной схемы деформации в другую схему деформации. И вот здесь очень интересный участок, потому что, видимо, такое здесь происходит. И, видимо, еще полностью миандрирование не исчезло. А, видимо, оно переходит в русловную рукавность, но еще до конца не перешло в русловную рукавность. И в нижнем течении зелья это произошло. Так, анализ, смотрите, вот супер, что вы нашли и карты, и космические снимки, и лосманские карты. Вот, смотрите, само Желтоярово, оно само стоит на старице, видите, вот, ползет, да? Так, еще, то есть вы собрали бездну материалов и классно с ним разобрались. Другое дело, что мы еще не сделали шаг, а что же будет происходить вот в этом створе, на этом участке, и вот здесь вот реки Зеи, там, правым берегом, левым берегом, как построить ППР, и мы еще ответа тут не дали. Но в целом вот этот разбор, он важен, потому что после такого рода разбора мы сможем уже осознанно прогнозировать. Вот. И тут вот вы как раз все, что я рассказал, вы еще лучше меня здесь написали, что... Зрешение изучено, да, то есть миодрирование, заметно тут. Но если это неизрешенное миодрирование, части протоки темные. Ну, мы с вами посмотрели, да, можно об этом подумать, но в данном случае такое впечатление, что здесь как бы наоборот, здесь не разрабатывается протока темная, как спрямляющая, а как бы наоборот он отмирает. Потом, полуостров верхний, в остров верхний. Вот, видите, то есть получилось, что тут какой-то другой процесс, вы еще отлично... То есть вот это, смотрите, вы задаете вопросы, у вас сомнения. Так вот, только так всегда и будет. Вы будете сами себе задавать вопросы, или там, мне, или еще кому-то, да, сами сомневаться. Так вот это и есть процесс понимания участка. Только в сомнениях, вот эти сомнения вы даете очень четко, что вы на самом деле даете ответы. Вот. Кажется, что незавершенность, и сложененность условно-гурганности. Точно. Но, мне кажется, что я ошибаюсь. Как первое напоминание, по снимке кажется, что на высокий поле. Так, процесс незначительный. Смотрите. То есть, если в вершине излучены, меандрирование, правый берег, вогнутый-вогнутый, должен размываться, плюс, и все такое, но незначительный. То есть что? Так раньше, похоже, раньше это была меандра, раньше, может быть, совсем недавно, раз там есть еще, вы говорите, шпоры, или какого-то рода перекрепления, то есть совсем недавно, видимо, размывалось. Совсем недавно по схеме меандрирования и происходило. Возможно, там, до введения в строй Зельской ГЭС. А после введения в строй ГЭС, вы говорите, что, вот, незначительный. Немалой роли играет дамба, привыкающая к правому берегу реки, зарочь травы. Ну, я не понял, где эта дамба пока. Неносительное выражение при прохождении паводка. А, но все-таки был паводок. Вот это, кстати, это тот самый паводок, да, который амурский, вот, и... И, кстати, там, по-моему, чуть ли не... Ну, какая-то, я не знаю точно, какая часть, доля вот этого амурского паводка была с Зеей. Вот, ну, все-таки было, да. Все-таки были какие-то размывы. Вот. Мы подобрали разновременные лоссманские карты. Мы видим опять проток дамбы на вершине излучной. Да, но я не понимаю, как она проходит. Эта дамба, она проходит так или так? То есть, она же как... Если бы это была плотина, мы понимали, что она перегороживает речку, да? А если мы говорим дамба, то эта дамба может быть продольная, поперечная. Она может быть там... Я не знаю, где она находится. Ну, это надо... Но сегодня же не будет ответа. Потому что нам вообще всем остальным в целом интересна сама логика инспекции участка, да? Вот. Вот смотрите, вот это вот, кстати, очень интересно. Смотрите, мы теперь дошли уже до берега. Вдоль берега. Ага, ну, где-то вот так, предположим, да? То есть, они защищали ее. Смотрите, мы смотрим на берег. По-моему, это было. Помните, я вам в прошлый раз показывал такую табличку, где показывал, чем отличается меандрирование от не меандрирующих извилистых рек. Я там говорил, что много признаков, но там посреди них был такой признак, который говорился, что при меандрировании берег плавный. Потому что он везде хорошо, красиво размывается. И в то же время он плавный и вот этот вот, который вот выпуклый берег, потому что он везде красиво намывается. Что мы видим? Мы видим какие-то коряки, да? Мы видим какие-то изломы, коллеги. Вот изломы, это не меандрирование. Изломы, это как раз больше похоже на русловую многоруканность, которая проталкивает скопление наносов. И в результате этого нерегулярным образом дефорируются берега основного русла. Вот. То есть, что? Ну, просто здесь осталось меандрирование. Оно еще не исчезло. Просто потому, что большая река, трудно ее сильно изменить. Но в целом, похоже на фоне прошлого меандрирования, которое уже угасло. Здесь происходит активный транспорт влекомолых наносов в форме мизофорума, вот этих русловых островов. Просто это происходит по извилистому руслу. Вот, мне кажется, какой здесь ответ. Мне кажется. Но я еще не знаю, я с этим участком знаком. Вот, коллеги, наш участок где-то вот здесь. Вот здесь наш участок, да? Видите, вот здесь. А вот от сих до сих, вот, коллеги, смотрите, Белогорье. И вообще вот здесь, коллеги, здесь тоже такая же широкая пойма. Там есть явные следы меандрирования. Просто вот этот участок, я никогда там в жизни не был. Просто это очень интересный, известный участок, описанный как у Иосифа Филипповича Карасева в книжке 1975 года «Переброска стока» и русловой процессы. Как в книжке... Забыл еще. В общем, этот участок вот очень много кем разбирался, коллеги. В советское время низовизей, где была большая глубина, использовался как отстойник подводных лодок на границе с Амуром. По Амуру на границе с Китаем. Вот. В советское время на глазах река Изея в разных местах, в том числе вот здесь, вот Белогорье, коллеги, Белогорье, здесь Белые горы, река Изея с двумя своими излучными в процессе меандрирования подошла к высоким горам. Вот. Сложенные песком. Приезжайте к нам на берег Зерии. Да, вот, спасибо. Вот, коллеги. И тут река, обратите внимание, полностью выпрямилась. То есть там есть старицы, есть признак того, что совсем недавно река меандрировала, есть карты, там, в 100-летней давности, где река меандрирует. А сейчас она здесь вообще не меандрирует. То есть очень сильно изменился тип прошлых процессов. Тип прошлых процессов сменился с меандрирующего на осередке просто на наших глазах. Представляете, какая логика у нас должна быть? Да вообще непонятно какая. Мы не знаем, как учесть вот эти изменения, особенно в будущем. Вот. Это один из самых знаменитых. Вот этот внизу в музее, это один из самых знаменитых таких участков коренного изменения схемы деформации, тип прошлых процессов, который описан в разных книжках, еще в советское время был описан. И я его тоже очень люблю рассказывать. У меня есть отдельная презентация, просто я сюда не вставил картинки с той презентацией, где я об этом рассказываю. Вот. Поэтому вот у вас тут похоже в это, бывшее меандрирование. И надо опасаться возможности образования пойменных проток по схеме незавершенными, или любого другого. Вот. Надо опасаться образованием пойменных протоков. Но все-таки, мне кажется, в реальности там образования пойменных протоков не будет. А надо просто теперь вот прямо спуститься на ваш системный уровень участка и по нему ковыряться. Так. Ну и вот последняя фотография. То есть тут что-то происходит, видимо, интенсивного размыва, ради которого, видимо, недавно, да, ведь, видимо, недавно эту же дамбу построили, да, вот. То есть выразмывало. Ну что-то похоже мне сейчас, что похоже не размывает. Но я не знаю, коллеги. Я вот прогнозом, оценкой того, что будет, не занимался. Мы просто с вами вот сделали все те шаги, которые, ну вот, предварительные, которые нам называется разобраться, да. А разбор мы производим в виде описания. Коллеги, а это я приготовил уже следующее. Сегодня уже не успеем. Это начнем, значит, в четверг. В субботу мы встречаемся. Послезавтра в субботу встречаемся. Послезавтра, наконец-то, будет уже что такое ППР. Ну, я очень рад, что появился внезапно этот участок. Потому что он нам очень помогает. Потому что, коллеги, вот таких участков мы будем разбирать. Вот с этого месяца мы теперь будем в основном разбирать ваши участки. Это я изредка буду какую-то там ненужную такую теорию рассказывать. Наталья, отличный пример. Спасибо, Диана. Да, ура, коллеги. Какие мнения, ощущения, сомнения? Спасибо, Виталий. Не, на удивление все ясно. Вот, но, честно говоря, мне не ясно. То есть, что тут на самом деле? Мне не ясно. Мне ясно, что здесь вот ничего не ясно. И, коллеги, это вот нормальный ход развития. Вот. Коллеги. Так, Назеля. Очень интересный участок. Назеля, у нас все участки интересные, когда снимем. Столько всего будет интересно посмотреть, какого будет ППР. Да, вот это будет интересно. Ясно, о чем речь. Да, ясно, о чем речь. Вот это уже хорошо. Спасибо большое. Интересно, коллеги. И участок очень красивый. Да. Да, в целом, конечно, Зея, это обалдеть. Лутмэп лежит, кстати. Нет, не лежит. Лутмэп. Да, да, сейчас лежит, сейчас лежит. Но это лутмэп постоянно то лежит, то не лежит, поэтому ничего страшного. Так что карты ищите в других местах. Да, я вот, кстати, по этому участку хотел сегодня быстренько посмотреть на лутмэп, увидел, что он лежит, поэтому вот вы видели карты в самом начале, это я вставил с это место. Вот, коллеги. Так, для тех, кто на мастер-группе. В понедельник у меня курсы в Москве начинаются. Я буду выходить по утрам, но я предлагаю первую, потому что у меня в понедельник будет самый такой стрессовый, возможно, у меня еще интернета не будет. Поэтому я предлагаю понедельничную встречу перенести на завтра, на пятницу по мастер-группе. Понедельничную перенести на завтра, на пятницу по мастер-группе. Тем более, что у нас там есть много темочек мелких. А в рамках наших Шерлок-Холмса мы продолжаем в субботу послезавтра. Коллеги, согласны, в 10.